Зверь-бурундук Можно легко понять, для чего у пятнистого оленя на шкуре его везде рассыпаны частые белые пятнышки. Раз я на Дальнем Востоке шел очень тихо по тропинке и, сам не зная того, остановился возле притаившихся оленей. Они надеялись, что я не замечу их под деревьями широкими листьями в густой траве. Но случилось, оленей клещ больно укусил маленького теленка. Он дрогнул, трава качнулась, и я увидел его и всех. Тут-то вот я и понял, почему у оленей пятна. День был солнечный, и в лесу на траве были зайчики, точно такие же, как у оленей и ланей. С такими зайчиками легче затаиться. Но долго я не мог понять, почему у оленя на зади возле хвоста большой белый кружок, вроде салфетки. А если олень испугается и бросится бежать, то эта салфетка становится много заметнее. Для чего оленю эти салфетки? Думал я об этом, и вот как догадался. Однажды мы поймали диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике бобами и кукурузой. Зимой, когда в тайге с таким трудом олени достается корм, они ели у нас готовое и самое любимое, самое вкусное в питомнике блюдо. И они до того привыкли, что, как завидят у нас мешок с бобами, бегут к нам и толпятся возле корыта, и так жадно суют морды и спешат, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. Голуби это уже заметили, прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. Тоже прибегают собирать падающие бобы бурундуки. Эти небольшие, совсем похожие на белку, полосатые, прихорошенькие зверьки. Трудно передать. Да чего же пугливы эти пятнистые олени? И что только может им представиться. В особенности же пуглива у нас была самка, наша красавица Хуалу. Хуалу случилось раз, она ела бобы в корыте рядом с другими оленями. Бобы падали на землю, голуби и бурундуки бегали возле самых копыт оленей. Вот Хуалу нечаянно наступила копытцем на пушистый хвост одного зверька, и этот бурундук в ответ впился в ногу оленя. Хуалу вздрогнула, глянула вниз, и ей, наверное, бурундук представился чем-то ужасным. Как она бросится! И за ней разом все на забор, и бух! Забор наш повалился. Маленький зверек-бурундук, конечно, сразу спрятался, но для испуганной Хуалу теперь за ней убежал, несся по ее следам немаленький, а огромнейший зверь-бурундук. Другие олени ее понимали по-своему, и вслед за ней стремительно неслись, и все бы эти олени убежали. И весь наш большой труд пропал бы, но у нас была немецкая овчарка-тайга, хорошо приученная к этим оленям. Мы пустили вслед за ними тайгу. В безумном страхе неслись олени, и, конечно, они думали, что не собака за ними бежит, а все тот же страшный огромный зверище-бурундучища. У многих зверей есть такая повадка, что если их гонят, то они бегут по кругу и возвращаются на то же самое место. Так охотники зайцев гоняют с собаками. Заяц почти всегда прибегает на то же самое место, где лежал, и тут его встречает стрелок. И олени так. Неслись долго по горам и долам и вернулись к тому же самому месту, где им хорошо живется, и сытно, и тепло. Так вот и вернула нам оленей отличная умная собака-тайга. Но я чуть было не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ. Когда Хуалу бросилась через упавший забор, и от страха у ней на зади белая салфетка стала много шире и много заметней, то в кустах только и видна была одна эта мелькающая белая салфетка. По этому белому пятну бежал за ней другой олень, и сам тоже показывал следующему за ним оленю свое белое пятно. Вот тут-то я и догадался впервые, для чего служат эти белые салфетки пятнистым оленем. В тайге ведь не только бурундук, там и волк, и леопард, и сам тигр. Один олень заметит врага, бросится, покажет белое пятнышко и спасает другого, а этот спасает третьего, и все вместе приходят в безопасные места. КОНЕЦ